Вы выходите в очень интересное место. Сегодня у нас такой день исследования восточной стороны острова. Мы вам сегодня покажем очень классный отель, который называется The Spa Ko Chang. Ребята, доброе утро. Мы сегодня приехали в одно очень интересное место. Оно, правда, сильно далеко находится от нас. Где-то, наверное, около 50 минут езды на байке. И называется это Мангровый лес. Посмотрите, как здесь красиво. Это такая дорожка, внизу вода и деревья, которые растут прямо непосредственно в воде. Это очень красиво. Давайте прогуляемся с нами, посмотрим. Вход сюда бесплатный. Единственное, что вы платите только 10 бат за то, что вы припарковали байка. И, по-моему, 20 бат, если вы приедете сюда на машине. Посмотрите, какая красота. Жена моя стоит. Идет вот. Мы сейчас здесь прогуляемся. Я, может быть, еще подсниму для вас какие-то перебивочки. И поедем дальше. Если получится, заедем в один интересный отель, где ребята у нас, друзья, останавливались на ночь. Там очень-очень красивая территория. Постараюсь вам показать. Спросите разрешение на ресурсии. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы дошли до конца. Я думал, что это закольцованная здесь дорога. На самом деле, оказывается, нет. Вы выходите в очень интересное место. Бам-бам. Вы просто посмотрите, как это красиво. Можно купаться-то, нет? Я думаю, что нет. Здесь все в корнях, скорее всего. И мелко, да? Ну да, скорее всего, да. Мелко. Злата, будешь купаться? Нет. Ребята, это очень красиво. И горы. Сегодня у нас такой день исследования восточной стороны острова. Здесь не так много достопримечательностей вообще на острове, но здесь офигенная природа. Я думаю, что сюда нужно ехать на эту часть. Тут ехать далеко, 50 минут до восточной части, до юго-восточной части. Но сейчас мы вам покажем, ради чего. Мы в том числе, кроме мангрового леса, сюда приехали. Посмотрите. Здесь строится комплекс. Биг Будда будет называться. White Big Buddha. Я думаю, что он будет очень большого размера, сравнимо с размером Пукета. И посмотрите, какая здесь обзорная площадка. Просто офигенно. Наверху идет стройка. Мы туда подниматься не будем. Но здесь просто шикарные виды. Посмотрите, там какой-то маяк. Мы, наверное, до него еще дойдем. Виды просто супер. На восточной части острова мы вот сейчас проехали. Здесь либо вообще ничего нет, но классные виды джунглей, звуки природы. Но на юге восточной части есть местное поселение. Здесь такие домики. И вот почему-то мы ехали, и я подумала, что, наверное, Пукет лет 30 назад выглядел именно так. Такая нетронутая природа, немного людей. Вообще супер-супер. А на западной части там уже, конечно, цивилизация. Здесь вообще такая прям максимально островная атмосфера. Супер просто. Субтитры сделал DimaTorzok Мы вам сегодня покажем очень классный отель, который называется The Spa Ko Chang. На букинге у него прекрасные отзывы, высокий рейтинг. Там рейтинг 9. И очень много посещений. Но учитывайте, если вы сюда поедете, что отель находится далеко. Он далеко до пляжей. Здесь нет выхода к морю от отеля. И здесь классно провести, допустим, 2-3 дня просто почилить на территории отеля. В джунглях отель находится. Природа. Такое уединение. Но если там провести весь отпуск, я думаю, что, наверное, будет скучновато. Потому что находится на восточной части острова и до цивилизации ехать минут 40. Но Seven есть не очень далеко. Пойдемте посмотрим, что здесь есть интересного. Вот на въезде. Здесь отель представлен домиками. То есть здесь нет большого строения с гостиничными номерами. Здесь все в виде небольших домиков. К сожалению, номер мы вам показать не сможем, потому что у нас уже ребята выселились из номера. Но покажем территорию отеля. Домики можно посмотреть в целом на букинге. Здесь нас встречает огород. Смотрите, здесь различные интересные растения. Все ухаживают, поливают. Я смотрю, здесь удаляют сорняки. И рядом с огородом такая локация. Кувшинки цветочки. Но сейчас они не цветут. И, кстати, посмотрите, огород посажен на коре кокоса. На кокосовой коре очень интересно. Здесь вообще, знаете, отель сплошная фотозона. Здесь, если вы ведете какой-то блог, инстаграм, очень классные локации пофоткаться. Супер просто. Территория отеля достаточно большая. Здесь есть завтраки. И вечером можно покушать в ресторане. По меню уже за дополнительную оплату. После огорода мы вышли в такую тропическую зону. Интересно и здесь. То, что мне очень сильно вчера понравилось. Ой, это гамаки. Посмотрите, здесь такая беседка с соломенной крышей. В таком тоже тропическом стиле. Среди джунглей два гамака. Вообще шикарно. Просто ложишься, расслабляешься. Супер. Можно сделать массаж. Но стоимость массажа здесь дороговато. 600 бат и 800 бат. Также здесь есть такое интересное озеро. И мы сейчас с вами выйдем к зоне бассейна. А, еще, кстати, посмотрите, что мы сегодня обнаружили. Очень интересный душ тропический. Посмотрите, как круто. Вообще. Ну, здесь действительно крутая территория отеля. Ты чувствуешь здесь такое единение с природой. Особенно вечером, когда здесь очень много насекомых. Мы вчера видели просто гигантского геккона летучих мышей. И где у нас останавливались ребята, там просто было логово летучих мышей. Это так страшновато. Так, далее пойдемте посмотрим, что здесь еще есть. Если вы боитесь насекомых, днем здесь все прекрасно, а вечером, ну, как-нибудь аккуратненько. Здесь зона бассейна. Бассейн небольшой, но в целом всем достаточно. Народу здесь немного. И слева такой прудик. И давайте я хочу вот сюда вот сходить. Здесь очень прикольная зона. Просто посмотрите. Я остаюсь. Я остаюсь, я буду здесь жить. Вообще прикольно. И я отсюда наблюдаю зону завтраков. Посмотрите, там на втором этаже находятся завтраки. И вечером там ресторан по меню. С таким прекрасным видом на пруд. Еще раз повторю, здесь максимально крутая атмосфера. Не знаю, вот... Все представляют, наверное, Бали именно таким. Потому что в основном на Бали показывают вот такую картинку тропическую. Поэтому здесь тоже такой отель. Если кто любит Бали, но по каким-то причинам не могут полететь, важно прилететь на Кучанг. Так, и что еще вам показать? Обойдемте еще сходим вот туда, вот на место. Стоимость такого номера 1900 бат за сутки. Это вместе с завтраком. Также в эту стоимость входит... Можно прокатиться на велосипедах. Оператор, осторожно, пожалуйста. Не нужно тут. Посмотрите. И в стоимость включены катания на каяке. Можно на час взять каяк и прокатиться с шикарным видом также через мангровый лес. А также посмотрите, что здесь можно... Ой! Ну, здесь особо не покачаешься, но посидеть в целом можно. Также здесь проходит йога. 400 бат стоит занятие по йоге. Так что здесь просто полнейший рай. Для тех, кто, не знаю, устал от людей, от шума города, приехать и там дня три здесь почилить вообще будет супер. На каяках можно поплавать по этому мангровому лесу. Здесь залив. Мы сегодня плавали, но мы уплыли далеко и практически в открытое море. Вообще супер! Такое единение с природой божественно. Вот посмотрите, здесь домик такой, знаете, как домик на дереве. Вообще очень интересно. Но, к сожалению, все вот эти вот домики в горах были заняты. Оставались домики только на въезде с летучими мышами. Но, тем не менее, знаете, только какой небольшой минус мы для себя вчера отметили, когда смотрели номер. Номер вообще классно выполнен в таком тоже тропическом стиле. Интересные там светильники, штучки под, ну, различные элементы декора. Единственное, что какая-то прям стрёмная, санузел стрёмный. Какая-то обычная плитка, самая дешёвая сантехника, такая в тай-стайл стиле. Вот это вот, конечно, можно было сделать как-то поинтереснее. А так в целом круто. Подытожу небольшой обзор по этому отелю. Отель классный, действительно. Но единственный у него самый-самый главный минус – это большое отдаление от всей цивилизации. И здесь, ну, нет моря. И такая территория как бы, ну, не знаю, дня три – нормально. Я думаю, что более чем три дня будет скучновато всё-таки. И ещё одно местечко, которое мы сегодня вам хотели бы показать – это просто место рядом с дорогой. Вот вы едете, если с парома в тот отель, про который мы рассказывали ранее, по пути будет вот такое местечко. Скамеечки, лианы висят какие-то. И море. Смотрите, как здесь просто красиво. Просто сесть, взять чего-нибудь в севене покушать. Сесть на скамеечки. Правда, они грязные, но всё же. И можно любоваться материком. Это, собственно, материк, на котором находится большая часть Таиланда. Волны потихонечку шумят. И вы, и никого. И тишина. Но ведь круто же, согласитесь. Вот мы и решили остановиться здесь маленько, повтыкать в море. И потом поедем дальше уже к нам в отель. Туда, где цивилизация. На сегодня это, наверное, всё. Выпуск получился и так уже немаленький. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, пишите комментарии. Если что-то вам было интересно или что-то вы хотите уточнить. Пока.